Дорогие друзья, давайте начнем. Сегодня у нас замечательное выступление будет и не первый раз. Выступления Эльвара Сляева в этом зале уже стали традиционными. Перед вами историк литературы, поэт. Его работы довольно известны. Глубина исследований, которые он провел, которые он презентует, она достойна вообще научной степени, поэтому уровень нашего выступающего именно такой. Сегодня мы поговорим о Сергея Александровича Есенине, о жизни и творчестве этого замечательного поэта. Я не раз бывал в Рязанской области, мама у меня оттуда и в селе Константиново. В частности, тоже бывал от родина Есенина, а также бывал во многих других районах и областях. Вот мне было всегда интересно, если мы возьмем отдельно взятый, например, Касимовский район Рязанской области, то он дал меру 31 героя Советского Союза. Если мы возьмем отдельно взятый Верховашский район, например, Вологодской области, то он дал меру одного героя Советского Союза. Значит, вот мне всегда было удивительно не то, что героико-историческая связь, а то, как русская земля неравномерно или, наоборот, равномерно выдает плоды талантов. И Сергей Есенин, он именно певец Рязанской земли, и потом он, значит, певец всей России. Его творчество известно во всем мире. Вот. Лучше меня, конечно, об этом скажет Олег Русляев. И спасибо вам за то, что вы интересуетесь этим вопросом, потому что культура сегодня, к сожалению, ей приходится именно рекламировать, именно продвигать. Я бы хотел другой ситуации и, надеюсь, когда-нибудь это случится. Такие люди, как Русляев, который сейчас, вот перед вами, Лев Львович, это самородки нашей земли, как в свое время был. Сам Сергей Александрович Есенин, он тоже практически самородок. И вот эти вот ростки таланта или результаты этой работы – это очень большая работа. Они должны популяризироваться, они должны знать больше. И именно благодаря тому, что мы знаем нашу историю, в том числе историю литературы и поэзии, мы, в общем-то, и сохраняемся как культурная нация. Я хочу поблагодарить Владимировича за его работу и за то, что, в общем-то, он есть. Он дает вот этот вот свет, точнее, сохраняет. Извините, ради бога, за многословия. Что-то меня тут понесло по сравнению районов. Пожалуйста, Лев Львович. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли. Рад вас всех видеть. Большое спасибо Андрею за четкую организацию всегда. Сегодня наша встреча посвящена нашему прекрасному, замечательному Сергею Александровичу Есенину. Как Андрей правильно сказал, Есенин уже неотделим от России. Это одна из ее лучших частей, которая всегда будет положительной. Константы. Сергей Александрович родился 3 октября 1895 года в селе Константиново, Рязанской губернии, в христианской семье. В детстве было ребенком болезненным. Но, как бывает часто, гениальным, необычным людям самые разные обстоятельства, неблаговидные, неблагоприятные, часто идут во благо. Судите сами. Когда у отца с матерью был серьезный разлад, маленького Сережи двухлетнего, мама принесла к своим родителям, к деду с бабушкой. У них было крепкое христианское хозяйство, там дяди Сергея жили. Сережу там очень полюбили, в атмосфере сказок, пирогов, единений с родной природой. И прошло раннее детство Сергея Александровича. В 3,5 года Сережу посадили на лошадь, в 5 лет он уже читал, а в 9 лет заменял одному дяде охотникью собаку. Плавал за подстреленной дичью, по сердцам, по речкам. Непреизойденный мастер, верхолаз, залезал на такие деревья и снимал за небольшую плату грачиные гнезда. Грачи шумели, мешали людям отдыхать после пахоты. Отчаянный грачун, коновод по воспоминаниям самого Сергея, в то же время удивительная, лиричная, чистая душа, первые стихи Есенин пытался дописывать грустные бабушкины сказки. Вот одно из самых ранних стихотворений. Там, где капустные грядки, красной зарей поливает восход. Клиненый чек маленький матки, зеленые вымя сосет. Сергей очень любил читать. По воспоминаниям родных мог всю ночь перед школой читать. И не случайно, с отличием, закончил земскую школу четырехлетку. И тут Сергей Александрович очень повезло. Опеку над ним взял прекрасный человек, сельский священник Иван Яковлевич Паков, который первым разглядел незаурядные способности мальчика, сумел мягко отвалить его от улицы и, самое главное, прибил Сергею любовь к Слову Божьему. Поэтому можно сразу с уверенностью сказать, несмотря ни на что, Есенин был человек глубоко верующий в глубине души. И Библия была одной из первых книг, которые Сергей прочитал. По ходатайству отца Ивана Сергей принял в церковно-учительскую школу в селе Спасклипики в 909 году. Благополучно я окончил в 12-м. И в этом же году, рубеж 12-13 года, переезжая в Москву, «Начинается взрослая жизнь», работает приказчиком лавки, экспедитор книготорговым товариществой культуры, подчинщик и корректор в типографии Сытина, активный участник Суриковского литературного музыкального кружка, слушатель историка философского факультета Шанявского и, конечно, пишет свои удивительные стихи, поразившие искренностью, чистотой, красотой. И по первым уже стихам сразу можно было понять, что в русской поэзии появилось совершенно новое, уникальное явление. Вот начнем с таких весенних. Ночь. Тихо дремлет река, темный бор не шумит, соловей не поет и деркач не кричит. Ночь. Вокруг тишина, ручеек лишь журчит, своим блеском луна все вокруг серебрит. Серебрится река, серебрится ручей, серебрится трава орошенных степей. Ночь. Вокруг тишина, в природе все спит, своим блеском луна все вокруг серебрит. Ну, небольшие широковатости мы не будем строго так судить молодого поэта. Становление поэзии поиска, своего хода, видения. Вот восход, противоположность. Загорелась зорька красная в небе темно-голубом, полоса явилась ясная в своем блеске золотом. Лучи солнышка высоко отразили в небе свет и рассыпались далеко от них новые в ответ. Лучи ярко-золотые осветили землю вдруг. Небеса уж голубые расстилаются вокруг. Ну, а вот уже тут Есенин предстает во всей красе, начинает вот его, что называется, взлет. Есенинское очарование. Чарит. В цветах любви весна царевна по рощу косы расплела. И с хором птичьего молебна поют ей гимн колокола, пьяна под чарами веселья. Она, как дым, скользит в лесах и золотое ожерелье блестит в косматых волосах. А вслед ей пьяная русалка росою плещет на луну. И я, как страстная фиалка, хочу любить, любить весну. А вот я такой стихотворение отметил, оно как тренировочное. Есенин. Вот здесь появляются его знаменитые укороченные существительные обстоятельства. Помните, цветь, бредь, хлют. Есенин тут предстает, как вольный каменщик. У него хороший материал. Кирпичи, он не боится, кельмой отканывает, кладет, не боится сломать, порезает и получается шедевр. Вот тренировочное стихотворение, в моем понимании. Старухи. Под окном балякают старухи, вязлые хрипы крошат тишину. Чурпака, как скатный бисер мухи, улетают к лесу шушуну. Смотрят бабки в черное дубровое, где сверкают гашники зорниц, подтыкают пестрые панелы и таращат веки без ресниц. Быть дождю решают пересуди. Небо в куреве, как хмаривая близь, ведь недаром нонче на посуде появилась квасливая слизь. Не зазря прокисло по моходкам в погребах парное молоко. И не так догачится молоткам, видно, дыхать бедным нелегко. Говорят старухи о пророке, что на небе гонит лошадей, а кругом в дымнистой заволоке веет сырью звонистых дождей. Ну и вот уже появляется Есенин в своем полном размахе, появляется знаменитый есенинский образ. Черная потом пропахшая выть, как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро, в синюю гать, к сердцу вечерняя льнет благодать, с серым веретьем стоят шалаши, глухо боюкают хлюп камыши, красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны, тихо на корточках пятнах зари слушают сказ старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки, оловом светится лушная голь, грустная песня, ты русская боль. Такая наивная детская, чистая есенинская любовь, любовь сыну к матери, как целебный нектар, переполняет, выливается из сосуда и заполняет собой всю Россию. Вот любой станет России именно через природу Сергея Александровича. Запили тесаные дроги, бегут равнинные кусты, опять часовни на дороге и поминальные кресты. Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на известку колоколин невольно крестится рука. О, Русь, малиновое поле и синюю павшую в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску. Холодной скорби не измерить, ты на туманном берегу, но не любить тебя, не верить, я научиться не могу. И не отдам я эти цепи, и не расстанусь с долгим сном, когда звенят родные степи молитвословным ковылем. А вот еще удивительное стихотворение. За темной прядью перелесец в неколебимой синеве ягненочек кудрявый месяц гуляет в голубой траве. В затихшем озере сосокой бодаются его рога, и, кажется, стропы далекой. Вода качает берега, а стей под пологом зеленым катит черемуховый дым, и за долинами по склонам сливает полными над ним. О, сторона, ковыльный пущий, ты сердцу ровностью близка, но и в твоей таится гуще солончаковая тоска. Ну, а вот, на мой взгляд, уже шедевр подлинное мастерство, шестнадцатый год. О красном вечере задумалась дорога, пуск перебим туманней глубины, из бастаруха челюсть у порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод, ласковый и кротко, крадется мглой к овсяному двору. Сквозь синь стекла желтоволосый отрок лучит глаза на галочую игру. Обняв трубу, сверкает по повете зола зеленая из розовой печи. Кого-то нет, и тонкогубый ветер о ком-то шепчет сгинувшим ночи. Кому-то пятками уже не мять по рощам, щербленый лист из золота травы. Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, целует клюв нахохленной совы. Все гуща хмар в хлеву покои дрема. Дорога белая узорит скользкий рух и нежно охает ячменная солома, свисая с губ кивающих коров. Когда приходится выступать среди поэтов, многие задают вопрос, ну вот чем отличается Есенин, как вот ему сказать от других поэтов? Ну, это, конечно, личное, сугубо личное восприятие. В моем понимании, Есенин непревзойденный мастер удивительного природного образа. Вот его образ как выходит, как солнечный свет, восход солнца сначала. Робко, осторожно, а потом все захватывает с собой. Или наоборот, закат в грузовой день, такое пасмурное небо, свинцовые тучи, и потом где-то полоска над лесом запада, неожиданно лучи или кусочек солнца, эти мягкие лучи все озаряют, мягко, гармонично, красиво. И вот Есенин умеет выразить в своем образе удивительно сказочно, и в то же время очень понятно, просто доступно, правдиво, глубоко, емко, и в то же время лаконично. И опять все это легко, гармонично, как солнечный свет, не как многие поэты Гриша, знаете, закат солнца вручную, уходят, светил образы, у Есенина все это льется, вот это его душа. Вот хочется отметить такое стихотворение «Табун». Нельзя, и наш доклад связан с лошадьми, и сам Есенин явно не равнодушен. К лошадям огромное количество образов, лошади как лошади, и образы, сопутствующие с конями. «Табун». В холмах зеленых табуны коней сдувают ноздрями золотой налет со дни. С бугра высокого в синеющий залив упала смоль качающихся гриб, дрожат ее головы над тихой водой и ловят месяцы в серебряной уздой, храпя в испуге на свою житей, зазастить грибами, они ждут новый день. Весенний день звенит над конским ухом с приветливым желанием первым мухом, но к вечеру уж кони над лугами брыкаются и хлопают ушами. Все резче звон, прилипший на копытах, то тонет в воздухе, то виснет на ракитах, и лишь волна подтянется к звезде, мелькают мухи пеплом по воде. Погасло солнце тихо на лужке, пастух играет песню на рожке, уставясь лбами, слушает табун, что им поет вихрастый гамаюн, а эхо резвое, скользнув по их губам, уносит думы их неведавым лугам. Любя твой день и ночи темноту, тебе у Родины сложил я песню ту. Удивительно красивое стихотворение, это чувствуется профессионал, который знает прекрасно, о чем пишет, и в то же время это строки поэта, а не коневода, какого-то скотопромышленника, который писывает. Вот, Гений Есенин, он знает досконально, но показывает своим этим непередаваемым, неубесным образом, и в то же время земным. И не случайно в так называемом движении имажинистов, орден имажинистов, куда входили творческие люди, писатели, художники, поэты, основы и творчества, это образ метафора. И для поэтического крыла имажинистов, куда входили такие поэты, как Кусиков, Мариингов, Шашиневич, Ивнев и другие, Есенин был всем, головой, сердцем, душой. Отчасти это сослужило Сергею Александровичу очень плохую слуху в трудное время, они просто, особенно Мариингов и Шашиневич, его просто предали. Конечно, это очень отвратительно, подло. И не случайно после гибели поэта в 25-м году это движение сошло на нет. Максим Горький очень точно назвал Есенина поэтическим органом. Есенин не просто любит, понимает, чувствует, ведь он уже живет своим образом, пропускает все через себя. Удивительная душа Лира, каждый искренний звук, принимая в себя, надрывается струнами. Я думаю, два стихотворения, которые никого не могут оставить равнодушными. Песня собаки. Утром в жаном запуте, где злотят сырогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят, до вечера она их ласкала, причёсывая языком, и струился снежок под талой, под тёплым её животом, а вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала воды незамёрзший глаз, а когда чуть пилась обратно, слизывая пот с боков, показался и месяц над хатой, одним из её щенков. В синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях, и глухо, как от подачки, когда бросит ей камень смех, покатились глаза собачьи золотыми звёздами в снег. Вот лисица, продикое животное, на раздробленной ноге приковыляла, у норы свернулась в кольцо, тонкий прошлый кровь отмежевала на снегу дремучее лицо, ей всё бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глаза крестная топь, из кустов косматый ветер сбыстил и рассыпал звонистую дрёвь, как же луна над ней угла металась, мокрый вечер липок был ал, голова тревожно подымалась, и язык на ране застывал, жёлтый хвост упал метель пожаром, на губах, как прелая морковь, пахла инием глиняным угаром, а вощур сочилась тихой кровью. Даже казалось дело благое, дело, которое даёт жизнь всему и вся обрабоя уборка зерновых хлеба, пройдя через Есенинский поэтический орган предстаёт совершенно в другой ипостаси. Песня о хлебе, вот она, суровая и жестокая, где весь смысл страдания людей, режет серп тяжёлые колосья, как под горло режет лебедей. Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру, перевязано в снопы солома, каждый сноп лежит, как жёлтый труп, на телегах, как на катапалках. Их везут в могильный склеп о винт, словно дьякан на кобылу гаркнув, чтит возница погребальный чин, а потом их бережно, без злости, головами стелют по земле, и цепами маленькие кости выбивают из худых телес. Никому и в голову не встанет, что солома это тоже плоть, людоедки в мельнице зубами в рот суют те кости обмолоть, из мелива заквашивая тесто выпекают груды вкусных язв. Вот тогда-то входит яд белесый в жван желудка яйца злобы класть, все побои ржив, припёк окрасит, грубо жнущий джаб духмяный сок, он вкушающим соломенное мясо отравляет жирноватый шок и свистит по всей стране как осень шарватан убийца и злодей от того, что режет серп колосси как под горло режут лебедей. Есенин не отделим от образа это он собака которая отнимает жизнь потому что собака и щенки на родину это одно это он затравленная раненая леса которая ждет выстрела и Есенин даже колосси это его спелую голову рубит серпом Есенин тут на мой взгляд затрагивает важнейший принцип жизни на земле тетя вам не интересно? Тетя вам не интересно Есенин а именно принцип все семени когда Иисус неоднократно говорил притчу семена попадают на хорошую почву затворную и дают многократно плод но умирают сами семьи вот если думаться чтобы дать жить другим кто-то должен умереть это не пустые слова не лозунги политиканов начальников не кличи мясников маршала генерала а это божье слово и вот Есенин умирает своих в образах колосси воскресает многократно возрастает в своем прекрасном слове мы все можем насыщаться чудесными сининским словом Есенин еще затрагивает важнейшую деталь важнейший принцип а именно когда у человека злые помыслы у людей злые намерения даже богатство изобилие урожай идет не во благо а во зло и вот сейчас у меня два отрывка как раз к хлебу душа брастит о небесах она нездешних ним живится люблю когда на деревах огонь зеленый шевелится то суча золотых стволов как свечи теплится предтайной и расцветают звезды слов на их листве первоначальной понятен мне земли глагол но не стряхну я муку эту как отразивший вода долг вдруг в небе ставшую комету так кони не стряхнут хвостами в хребты и пьющую луну о если прорасти глазами как эти листья в глубину вот Хесенин прорез глазами в глубину а вот высота там где вечно дремлет тайна есть не снижние поля только гости гость случайный на горах твоих земля не тобой я поцелован не с тобой мой связан рог новый путь не уготован от захода на восток но заметный свысь известный в тот покой я спит гроза две луны зажгу над бездной незакатные глаза незакатные глаза Есенина над бездной и он видит если не все то очень много и вот еще отрывок который стремится прямо к корнему проплясал проплакал дождь весенний замерла гроза скучно мне с тобой Сергей Есенин поднимать глаза кто-то сядет кто-то выгнет плечи вытянет персты близок твой кому-то красный вечер да не нужен ты не изменит не изменит лик земли напевы не стряхнут листа навсегда твои пригвождены гадрему красные уста навсегда простер глухие глани звездный твой пилат или-или лама совахвани отпустив закат или-или лама совахвани это отчаянный крик Господа Иисуса с креста Боже мой Боже мой ничего ты меня оставил и вот мы видим Есенин живет не только своей жизнью жизнью своих образов видит очень много и конечно грусти печали тоски намного больше в мире и вдоль скорбей и не случайно вы не заметили в стихотворениях Есенина очень много этих слов тоска печаль грусть и наверное как эпиграф грустной теме можно прочитать такое стихотворение этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далеких лет отцвела моя белая липа отзвенел соловьиный рассвет для меня было все тогда новым много в сердце теснилось чувств а теперь даже нежное слово горьким плодом срывается с уст и знакомые взору просторы уж не так под луной хороши буераки пеньки косогоры печалили русскую ши нездоровая хилая низкая водянистая серая гладь это все мне родное близкое отчего так легко зарыдать покосившиеся избенков плач овцы и вдали на ветру машет тощим хвостом лошаденка заглядевшись неласковый пруд это все что зовем мы родиной это все отчего на ней пьют и плачут в одной с непогодиной дожидаясь улыбчивых дней потому никому не рассыпать эту грусть смехом ранних лет отцвела моя белая липа отзвенел соловьиный рассвет вот маленькое стихотворение снежная равнина белая луна с саваном покрыта наша сторона и березы в белом плачут по лесам кто погиб здесь умер уж не я ли сам в марте 16-го года Есенин был призван на военную службу во время года мировой войны первой мировой войны служил санитаром при медицинском санитарном поезде который курсировал между линией фронта и царским селом и был он вызван читать стихи перед императорской семьей за это Есенина очень критиковали его слуги императрицы попросили одеться в крестьянскую одежду но критиковали конечно от завести потому что позвали именно Есенина и императорской семье императрицы и великим днижнам стихи очень понравились но не отметили стихи очень хорошие но очень грустно вот ранние 11-12 год еще возраст детский а вот какие думы думы печальные думы глубокие горькие думы думы тяжелые дума счастье вечно далекие спутники жизни мои невеселые думы родители звуков мучения думы несчастные думы холодные думы источники слез огорчения вольные думы думы свободны что вы терзаете грудь уставленную что заграждаете путь в немой что возбуждаете силу сломленную вновь на борьбу с непроглядную тьмой не поддержать вам костра догоревшего искры потухшие поздно бесплодные не исцелить сердце вам наболевшие думы больные без жизни холодный отнюдь не означает что висеть служба есенина была синякор и весенин неоднократно бывал на фронте и даже угодил дисциплинарный батальон за то что отказался писать хвалебные стихи в адрес царя революцию 17 года февральскую встретил под петроградом ушел из армии керенского сумев раздобыть какой-то документ как он сам называл липу и чтоб избежать уже призыва в красную армию обратился комиссаром цирков рукавишниковой и некоторое время работал в цирке на лошадь неплохо ездил читал стихи но упал получил травмы поэтому уже был так сказать негоден призыву ну и революция так сказать в голове сергей александр еще выцарился сумбур впрочем как и у большинства наверно людей что-то понимающих смыслящих причем в строках есенина есть как и хвала революции так и сомнений и неприятий даже в одних и тех же пример вот из поэмы русь уходящие друзья друзья какой раскол стране какая грусть теперь не веселым знать от того то хочется и мне задрав штаны бежать за комсомолом но грусть все равно есть а вот из этой же поэмы советскую власть я веню и потому я на нее в обиде что юный светлую мою борьбе других я не увидел станции хочу я быть певцом и гражданином чтоб каждому как гордость и пример быть настоящим они сводным сыном великих штатах ссср но есть и другие строки из ковыли кораблей слышите ли слышите ли звонкий звук это грабли зари по пущим веслами отрубленных рук вы гребете страну грядущего небо как горданских глубицы небо как колокол месяц язык мать моя родина я большевик вместе другие строчки злой октябрь и сыпает перстник с коричневых рук берез по воспоминаниям георгия иванова представить есенина у деникина колчака или эмиграции психологически невозможно происходить происхождение до душевного склада все располагало его отвернуться от киринской россии и не за страх а застовость поддержать рабоче-крестьянскую сам сергей александрович в автобиографии 22 года писал что в ртпп никогда не состоял потому что чувствовал себя гораздо левее но как бы там не было и синим конечно это не певец революции не поэт революции для есенина важнее личное счастье или несчастье отдельного человека животного дерева вы согласитесь кто верен малым тому доверие ты большое и не случайно галина венеславская верная верная подруга даже друг поэта который чуть ли не единственный человек который была верна есенину до конца и в годовщину гибели есенина она застрелилась на его могиле она отмечала в своем дневнике о романе есенина зинаида и райх надо же так любиться что не заметить революции и вот тема любви скифант есенина поэзии представлена в удивительной связи с природой человек человек в природе природа человек природа природа все с природы вообще складывается у меня впечатление еще чем отличается есенин для есенина природа это как земля для богатыря или не мурнца помните когда я сражался сильным противником который был сильнее его казалось был побежден прижимался к земле земля давала ему силы он побеждал то есть был не победим также есенин когда с природой он не победил не революции не терроры не красные не белые не большевики не большевики а вот когда Сергей Александрович без природы остается на все революционные другие какие-то гражданские чудо стеки хорошие но уже не то что то нету этого есенинского очарования величины шарма поэтому есенин конечно единение с природой его самая главная сила раннее стихотворение выткался на озере алый цвет зари набрался звонами плачу глухари где-то плачет и волга сохранять дупло только мне не плачется на душе светло знаю выйдешь к вечеру за кольцо дорог сядем в копны свежие под соседний сток за целую допьяна и за мной как цвет хмельному от радости пересуду нет ты сама под ласками сбросишь шелк ваты унесу я пьяную до утра в кусты и пускай со звонами плачут глухари есть тоска веселый валость в заре но таскар все равно видите и вот с этим стихотворением если рассказываю меня замечательный случай связан это мы извини я работаю за годом давно уже и вот это дело на седьмой год и поднимал участок земляными работами занимался там старый дом разрушал один мужичок двумя сыновьями подростками выпивал и человечек но хороший человек глаза светлые он не нормальный человек хороший он не говорил с гордостью что он земляк есенина из рязани и я в сарае там жил ремянку сделали без без электричества и вот вещь чем я когда приходил надо было сразу лом с лопатой положить в уголок чтобы не упали вот я захожу в сарайчик горит печка поперек кровати койки лежит этот пьяный человек ватники и громко считает это стихотворение наизусть набору со звонами плачут глухари у меня-то неожиданность вон с лопатой падают с другом этом чтобы чтобы их разглядеть открываю значит печку уже темного его печки огонь от огоня в другую смотрится на тем брак еще сгущается а он еще кто-то читает про есенинное говорит какие-то слух случаи и вот это осенний мрак треск огня в печке для откуда и стена ты льются стихи есенина и на сергей александрович немного мечтать о высшем признании он наверняка гордился вот таким цитированием свои стихов чем в каком-нибудь великосветском салоне а вот другое стихотворение но удивительно ангельское небесное в то же время неразрывно связано земной красотой по чистоте свежести прямо как родничок живой водой не бродить не мять в кустах багряных лебеды не искать следа сосноком волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда самым соком ягоды на коже нежная красивая была на закат и розовый похожий как снег лучистые светла зерна глаз твоих осыпались завяли ими тонкой растаяла как звук но остался складка смятой шарик запах меда от невинных рук в тихий час когда зря на крыше как котенок моет лапкой рот говорите о тебе я слышу водяных поющий светом спающих с ветром сот пусть порой мне шепчет синий вечер что была ты песней мечта сешка выдумал твои гибкие станы плечи к светлой тайне приложил уста не бродить не мять в кусках багряных лебеды и не искать следа сосноком волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда темы любви пронизал конечно весь цикл стихов керсидские напевы напевы это такие песни стихи сказки восточные с восточным орнаментом с восточным шармом восток дело тонкое никогда я не был на босфоре ты меня не спрашивай о нем я в твоей глазах увидел море полыхающие голубым огнем не ходил багдад я скоро с караваном не возил я шел туда их ну наклонись своим красивым станом на коленях дай мне отдохнуть или снова сколько не проси я для тебя вовеки дело нет что в далеком имени россия я известный признанный поэт у меня в душе свинит ольянка при луне собачьи слышу лайк разве ты не хочешь персиянка увидать далекий синий край я сюда приехал не от скуки ты меня незримая звала и меня твои левяжьи руки обвивали словно два крыла я давно еще в судьбе покоя и хоть прошлой жизни не кляну расскажи мне что-нибудь такое про свою веселую страну заглушив душе печать ольянки напои дыханием свежих чар чтобы я дальней северянки не сдыхал не думал не скучал и хотя я не был на воспоре я тебе придумаю о нем все равно глаза твои как море голубым колышется огнем особняком в теме любви стоит письмо матери на это вот такой гимн любви ко всем матерям вся россия поет ты жива еще моя старушка жив я привет тебе привет устроиться на твоей спушкой тот вечерний несказанный свет пишет мне что ты-то я тревогу загрустила шибко обо мне что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветком шишуне и тебе вечернем синем мраке часто видится одно и то же будто кто-то мне в кабацкой драке садану под сердце финский нож ничего родная успокойся это только тягостная бред не такой уж горький я пропойцы чтоб тебя не видя умереть я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том чтоб скорее от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом я вернусь когда раскинет ветви по весеннему наш белый сад только ты меня уж на рассвете не буди как восемь лет назад не буди того что отмечталась не волнуй того что не сбылось слишком ранние утраты и усталость испытать мне в жизни привелось и молиться не учи меня не надо к старому возврата больше нет ты одна мне помощи отрада ты одна мне несказанный свет так забудь же про свою тревогу не грусти так шибко обо мне не ходи так часто на дорогу старомудно вверх шишине молиться не учи меня не надо это относится молитве 7 человек я говорю глубоко верующий это говорит молитва без божийский без должного настроя просто сказать как чистка зубов как людьми так и недобросовестными священники просто тупо выполняли свою работу отторопанить и а есенин был человек глубоко верующий я сейчас прочитаю два стихотворения и все станет ясно за горами за желтыми долами протянулась тропа деревень вижу лес и вечерние полами обвитый грапивой плетей там с утра над церковными главами глубей небесный песок извини придорожными травами от озер водяной ветерок не за песни весны над равнину дорога мне зеленая шри полюбил я тоской журавлины на высокой горе монастырь каждый вечер как сень затуманится как повиснет заря на мосту ты идешь моя бедная странница поклониться любви и кресту крота дух монастырского жителя жадно слушаешь ты и тенью помолись перед ликом спасителя за погибшую душу мою и синим понимал что он грешник нуждается в покаянии отающихся грешников любит господь и как истинно верующий человек и 7 справедливо полагал что веру лучше всего характеризует добрые дела шел господь пытать людей в любови выходил он нищим на кулишку старый дед на пне сухом дуброве жамкал деснами зачерк стрелую пышку увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкой железной и подумал видишь какой убогой знать от голода качается болезный подошел господь скрывая сквопи муку видно мол сердца их не разбудив и сказал старик протягиваю на пажу маленько крепче будет ну пора на грешную землю ни для кого не секрет в жизни в литературе в творчестве многогранным за есениным прочно закрепился образ хулигана или называемый современным языком сергей александрович нисколько нет не отрицает даже подыгрывает себе он очень много себя называет хулиган вот несколько цитат дождик мокрыми мертвыми чистит и вниковый по лугам плюси ветер охапками листьев я такой же как ты хулиган поступь нежная легкий стран если взял от и сердцем упорным как умеет любить хулиган как умеем как умеет он быть покорным хулиган я хулигана стихов дурак и пьян с пушкиным сравнение блондинистый почти белесый в легендах ставший как туман александр ты был по весу как я сегодня хулиган ну давайте попытаемся разобраться объективным все-таки в этом вопросе очень серьезный деликатный ну если иметь ввиду хулиган сознательное зло вред уже откровенные такие беды людям несчастье которое приносит человек такими синим конечно не был никогда образ этот сложился из удали молодецкий сергей александрович и воду души совершенно космических размеров врожденный артистизм склонность к эпатажу иногда особенно когда выпьет мы конечно заводной характер сидели сами называется он легко съезжал с катушек это причинял ему очень много неприятностей это еще мягко сказано по воспоминаниям довольно близкие даже людей поэту разговаривать и сидим на повышенных тонах было себе дороже и уж в кабаках все это очень часто перерастало в драке потасовки все это конечно факт не стоит выгораживайся гели сам еще но тем не менее сельника есенин никогда не был способен на подлость на предательство никогда не мог опуститься до того чтобы обидеть слабого и не случайно по воспоминаниям современников после всех этих потасовок цели сами был имел вид весьма плачевный по месту дней не мог выходить из дома вернее жилища сила дома у его весенина не было так он их покинули диски дом из того места где он жил и все-таки надо учитывать становление есенина как поэта пришлось но ужасное без времене мировая война революции и вот писать эти удивительные стихи я читаю 15 и 17 год 16 это как будто с райского уголка как вот причем есенин не только гениальный поэт поэт он еще боец это буду подчеркнуть он пробивает свое творчество сами судите в девятнадцатом году есенина уже изданы четыре книги радуница голубень преображение сельский часослов при этом нужно учесть каких условиях работал например в пролеткульте в пролеткульте есенин жил с поэтом клучковым они ютились в ванной комнате курс купцов морозовых один спал на кровати другой шкафу часто голодал конечно такая работа каторжная работа над словом у сергей санычна папа рассказывал была манера у него коробка была знаменитая и 7 писал где угодно в кабаках дорогах на каких-то встречах ну везде в поле в лесу где был и потом складывал в коробку где она в коробку где она находилась по месту его жительства временно четверостишья двустишья какие-то выражения и по воспоминаниям потом писал стихи потому что многие чувствуются стихи написаны явно по воспоминаниям природные в частности это когда то было но и в отдаленном но относительно в прошлом и сидели санч по воспоминаниям писал и конечно такая работа на пределе возможности требовала какой-то разрядки называется выпустить пару есенина сожалению до этого его выливалось скандалы но выставлять веселье на беспроходной пьянице элементом просто глупо и некрасиво и особенно это обидно когда наши современные эти звезды так называемые дорогущих машины которые приезжают в студию но сами они уже на нормальном языке говорить не могут по армейскому юмору с ними приятно разговаривать когда они молчат и вот эти так называемые культурные деятели артисты они так метровский говорят серьезному а их бы в эти веселые годики в 17-18 чтобы от них осталось через пару деньков мокрое место или еще что похуже причем не сидим человек из вами что человек честный и он не скрывает он понимает прекрасно что во многих бедах и несчастьях виноват сам и у есенина очень много самокритики одно потом прочитаю и первый меня повесить нужно скрестив мне руки за спиной за то что песни хрипло и мешал я спать стране родной был я весь как запущенный сад был на женщины зелья падки разоградилось пить и плясать и терять свою жизнь без оглядки ведь и себя и не сберег для тихой жизни для улыбок так мало пройдена дорог так много сделано ошибок вечер черные брови насос нас опил чьи того не стоят у двора не вчера ли я молодость пропил разлюбились тебя не вчера я сердцем никогда не лгу и потому на гол отчеванство без трепетно сказать могу что я прощаюсь хулиганство но все эти скандалы кабаки и прочее это все было наносное душа весенина была прекрасна она жила не в темнице в горнице в уютном жилище все это наносное уходило и есенинская прекрасная душа вылетала как жар птица и творила восхищаться уж я не умею и пропасть не хотел бы в глуши но наверное навеки имея нежность грустно русской души и согласитесь это намного лучше чем внешнее благочестие а внутри смрад чаната опять пример из библии помните иисус приводил плечев фарисеем это фарисеи это казалось бы небожители на земле люди прекрасно образованные в совершенстве знания закона божьего ему и не приходит и не кается он стоит церкви замнил себя таким но и сужи бог он видит их говорит что вы гробы ходячие с виду чисто внутри кости темнота смрад мытарь наоборот противоположный ходячий грех но у него есть маленькая чистый источник узнает что он грешник идет в погибель но бог если захочет может его спасти бог услышал его молитву на утре уходит оправдан повысили на вся душа была чистая тем более объективно себе или сам еще тоже обидно что его считают таким уж антиобщественным элементом себя называют и на это ближе всего к истине московский озорной гуляка я обманывать себя не стану залегла забота сердцем глистом отчего простыл я шарлатаном отчего простыл я скандалистом не злодея и не грабил лесом не расстреливал несчастных по темнице я всего лишь уличный повес и улыбающийся встречным лицам я московский озорной гуляка по всему тверскому околотку в период как каждая собака знает мою легкую походку каждая загрипанная лошадь головой кивает не навстречу для зверей приятель я хороший каждый стих мой душу зверю лечит я хожу в цилиндре не дай женщин глупой страсти сердце жить не в силе в нем удобней груз свой уменьшить золото овса добыть давать кобыли средь людей я дружбы не имею я иному покорился царству каждому здесь кабелю на шею я готов отдать свой лучший галстук и теперь уж я болеть не стану прояснилась омут сердцем блистом того простыл я шарлатан от того простым я скандалистом а с цилиндром упоминается интересный случай описанный маринговым петербурге шел дождь мой пробор блестел как крышка рояля вспоминал марингу есенинская золотая голова погурела а кудри списали жалкими писарскими запятыми он был огорчен до последней степени бегали из магазина в магазин умоляя продать нам без ордера шляпу в магазине по счету десятом краснощит и немец заказ и сказал без ордера могу отпустить вам только цилиндры мы невероятно обрадованы и благодарны же жали немцу пухлую руку а через пять минут на невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза и рейсники гоготали вслед а пораженный милиционер потребовал документы я использую материал в геронике карусель суд на дотранском 2007 год 15 год вообще для есенина знаковой пятнадцатом году есенин познакомился с первым большим поэтом с александром блоком ехал в константиново заезжал в петербург я не как-то изме изменил путь почему-то за него петербург надо было довести родственника дарил встретился с александром блоком блок так сказал ему аудиенцию и синим очень переживал по воспоминанию под гринспиде катился с него градом но александр блок очень при приветливо встретил молодого поэта стихи ему его очень понравились блок познакомил есенина с городецким а в свою очередь сергей городецкий познакомил есенина с николаем клюевым его называли крестьянским поэтом и вот с клюева с клюева мы сильно завязались такие приятельские потом друйские отношения клюев стал старшим наставником и в жизни поэзии помогал сергея александровичу и печататься в том числе они часто выступали вместе потом правда наступил нет некий разлад когда этот классический случай когда ученик перерос учителя еще не наприкал клюева за это за восхваление древнерусского патриархального уклада проките которого никогда не было но когда выступали они вместе с клюевым часто в нарочито крестьянской одежде и многим это не нравилось вот кому не понравилось это маяковскому маяковский очень резко отозвался и синию сказал что он ему не поверил какой-то нарушечный ненастоящий ну и конечно маяковский здесь не на высоте какой-то пускаловый обыватель вообще театральность применительно к себе александровичу как черту характера поймут только те кто хорошо знал его и знает сейчас по прошествии 82 лет после гибели знаю то есть принимает понимает читает слышит чувствует любит кто может представить пусть не слишком явственно счастье творца владевшего словом его театральности и открытости удаль желание удивить мир весь мир тайной прекрасной сути которая друг начала ему открываться а лапти лакированные ботинки косоворотки цилиндр с тростями страстями это все внешний антураж под которым скрывались невероятная работоспособность и постоянное желание постигать и познавать конечно все это это было в нем нет ни действительно антураж одежка суть есенина была в другом и нам сносили сами в долгу я не остался есенин очень любил чистушки и собирал и сам писал любил чистушки шаржи любил под колось коллег по ремеслу вот про маяковского сразу получите владимир войны ахсы как жарь маяковский бездарь рожа краской питана обокрал уитмана шел с орехова туман теперь идет от зуева я люблю стихи в лаптях николая клюева ох батюшки ох 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 есть поэт поэт марингов много кушал много пин без подштанников ходил чистушки это изначально сельский деревенский жанр есенин никогда не скрывал своего крестьянского происхождения он гордился их вы сами что за сами сгоны мерзлый осин у меня отец крестьянин но я крестьянский сын и сильно любит руд знает руд уважает руд каждый чуд благослови удачи рыбаку чтоб с рыбы не вода пахарю чтоб лук его и кляча доставали хлеба до года коростели свищут коростели потому так и светлый всегда те что в жизни сердца на простели под веселый ношу труда и сильно с ним пить с некоторым пренебрежением относятся к называемому светскому обществу дескать кто вас кто вас кормит отрывок из поэма мой путь россия царщина царщина тоска изнисходительность дворянства ну что ж так принимая москва отчаянное хуриганство посмотрим кто кого возьмет и вот в стихах мань забила салонный вылащенный сброд мочой рязанская кобыла не нравится да вы правы привычка к лариган и грозам но этот хлеб что жрете вы ведь мы его того с навозом и сильно не понаслышке знал труд я смотрю одну передачу где веселье как раз наверно около манежи сидит маечки как это очень меня поразило очень физически развит и крепко сложенный молодой человек его мускулатуре позавидовали бы современные качки его категории одухотворенный проницательный взгляд он совсем не похож на опустившую силе и стихотворение написать прекрасное стихотворение датировано 18 июля 1925 года оказывает что весенний никогда не рвал связи деревне и всегда деревне питала его творчество я иду долиной на затылке кепи в лайковой перчатке смуглая рука далеко сияют рожевые розовые степи и широко синеет тихая река я беспечный парень ничего не надо только вслушать песни сердцем подпевать только выстроилась легкая прохлада только вниз гибалась молодая стать выйду за дорогу выйду под откосы сколько там нарядных мужиков и баб что-то свищут грабли что-то шепчут косы и поэт послушай слаб ты не слаб на земле милее полно плавать небо как ты любишь долл и так бы труд любил ты ли деревенским ты крестьянским не был размахнись косую покажи свой пыл ах перо не грамли коса не ручка на косой выводят строчки хоть куда под весенним солнцем под весенней . и читают люди всякие года к черту я снимаю свой костюм английский что же дайте косу я вам покажу я его вниз войске я его мне близкие памятью деревни я не дорожу ни почем не ямы ни почем не кочки хорошо косою в утренний туман выводить под долом тролиные строчки чтобы их читали лошадь и баран в этих строчках песня в этих строчках слова от того и рад я в думах ни о ком что читать их может каждая корова отдавая плату теплым молоком а для своих земляков для рязанцев он всегда был своим подтверждают такой факт уже двадцатые годы есенин известный поэт смотрел передачу деталек с давно к сожалению не все запомнил нэп есенин известный поэт москве и питере заходит на склад базу и пуску там хозяйственные принадлежности вещи и в константинами было около 100 дворов то время стоит небольшим и есенин купил заказал на каждый двор ведро еще какой-то предмет вот забыл виноват и отправил это все ну дороги были не нэповские не частные государственные все это дороги застряла конечно взглядели сами по этому поводу очень переживал маленький отрывок из замной снеги и вот я на мельнице ельник осыпан свечми светляков от радости старый мельник не может сказать двух слов голубчик датыли сергуха азиак чай поди продрог доставьте скорее старуха на стол самовар и перу и надо сказать что конфликт уже окончательное неприятие есенин новой власти его ответ отрезвление просветления заключалась в том что уничтожение новой власти крестьянства не последнюю роль сыграла жесточайшее подавление властями крестьянского восстания под предрогистируем атамана антонова было применено химическое оружие огромное количество же среди христиан но и сень как мы знаем плоть кость христианская можно сказать что христианство русская деревня полевая русь земляная руси это тот ствол на который рос и жил сам есенин и все его творчество рубя этот ствол рубя христианство и большевики рубили самого есенина по воспоминаниям ходасевича в августе двадцать третьего года есенин возвращается в москву из-за граничных поездок куда ездил с эсидорой дункан которая была одно время его женой и вот поздно ходасевич вспоминает окунулся сергей александрович сергей александрович неповское болото ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью есенин впал в злобу начались его кабацкие скандалы выступления по одним данным недалеко от кремля в ресторане московском есенин стоя на столе уже открыто кричал бей коммунистов спасай россию вот типичное стихотворение опасах относящиеся к этому периоду москва кабацкая снова пил где дерутся и плачут под гармоники желтую грусть проклинают свои неудачи вспоминают московскую русь я сам опустясь головой заливаю глаза вином чтоб не видеть в лицо роковое чтоб подумать хоть миг об ином что-то всеми навеки утрачено май мой синий июнь голубой не с тобой так чадит мертвичиной пропащей этой гульбой ах сегодня так весело росом самогонного спирту река гармонист провалившимся носом им про волгу поет и про чека что-то злое во взорах безумных непокорная в громких речах жалко им тем дурашливых юных что сгубили свою жизнь горяча жалко им что октябрь суровый обманул их своей пурге и уж удалю точится новой крепко спрятанный нож в сапоге нет таких не подмять не россии бесшабашно тихим гнилью дана их россия моя россия азиатская сторона хочется отметить честность и благородство сергей александровича если не выставляю себя херувимчиком каким-то он уж не говорит этот они там пьют дерутся я вот такой нет я сам опустясь головой заливали глаза вино также и разговор про душу из письма мариин гофу сергей александрович припадки отчаяния ставит типично наши российские разговоры про душу под сомнение на кой черт людям нужна эта душа которую нас россии на пуды в мире совершенно лишняя штука эта душа всегда в валенках с грязными волосами с грустью с испугом на я уже начинаю учиться говорить себе застегни сильную свою душу это также неприятно как расстегнутые брюки и опять же сеня не говори какому-то ваню видишь ваня застегнись не красиво бы и синий застегни свою душу несказанная синяя нежная тих мой край после бурь после гроз а душа мое поле безбрежные дышит запахом меда и рос я утих годы сделали дело но того чтоб лишь прошло не кляну словно тройка коней галтела и прокатилась во всю страну мы были и кругом на копыте ли и пропали под дьявольский свист а теперь вот в лесной обители даже слышно как падает лист колокольчик и дальние эхали все спокойно белая грудь стой душа мы с тобою проехали через бурный проложенный путь разберемся во всем что видели что случилось что стал из стране и простим где нас горько обидели по чужой и по нашей вине один скандал уже двадцать этим году мог вполне закончится расстрелом 4 поэтов есенина ганина клычкова и орешина обвинили в антисемитизме 4 поэта 4 уже как пивной выпили есенин был на взводе ну и конечно типичная провокация рассказать что все тоталитарные режимы имели эти службы провокаторов там работали профессионалы не хочется на эту грязь тратить время но что называется завозной характер сергей александровича просто делал его это подарок для провокатора тем более главный обвинитель товарищ сосновский правая рука троцкого один из участников расстрелы царской семьи понятно кто стоит за этим ну благодаря обмешательству разных общественных культурных день деятелей политических деятелей дело вроде бы удалось заменить товарищеский суд а поэтому объявили общественное предстояние но это было уже начало конца ганин расстрелян 25 клычков орешка 37 и сам себя и сам уже прекрасно понимал что шансов на долгую жизнь в этой стране у него нет и как если не было сказано он боец он понимает что это все разыграно неспроста и он отвечает статью россияне маленький отрывок не было мерзительной и паскуднее времени в литературной жизни чем время в которой мы живем тяжелая за за эти годы состоянии государства бездародные схватки со своими зависимыми случайными обстоятельствами выдвинула на арену литературу революционных фельдфебелей которые имеют заслуги перед пролетариатом но не чуть не перед искусством дальше поэтому винает и сосновского и троцкого троцкий у него проходит как комиссар чекистов незаконченные пьесы страна негодяев поэтому что называется и 7 принимает вызов и надо сказать что похвала врага дорогого стоит вот слова троцкого и синие нет поэт не был чуть революции он был не сродин ей и синин интимен нежен величин революция публично эпично катастрофично от того-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофы сам сергей александр из такой с горькой иронии вот биография из биографии 14 мая 22 года из берлина в россии когда там не было бумаги я печатал свои стихи вместе с кусиковым и марингов на стенах страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре самые лучшие поклонники нашей поэзии проститутки и бандиты с ними мы все большой дружбе коммунисты нас не любят по недоразумению по недоразумению засим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске просит не стрелять вот так верхи не принимают ну и пусть не хотят верхи принимать сергей александрович примут низы коммунистические дворянские помните опять притчи иисуса позвал человек на на пир званых гостей они отказались он будет идите слугами заняться за завете хромых у личных нищих коллег все напрямую пройдет и семянское слово и 7 правдив все пишет правда а когда ночью светит месяц когда светит чёрт знает как я иду головою светить переулком знакомый кабак шумыгам в этом логове жутком но всю ночь напролет до зари я читаю стихи проститутка из бандитами жарю спирт варван тихон и шаламов прекрасный писатель поэт многолетний узник гулага в очерка преступного мира пишет что еще после еще через 30 лет после гибели есенин был очень популярен в блатной среде а в этой среде заслужить как и какой-нибудь положительный даже нейтральную оценку сказать что очень тяжело это не сказать ничего в то же время сам шаламов другом расскажет про поэзию с восторженностью мастера которая восхищается работой более высокого мастера разбирают стихотворение сели на письмо матери с одной стороны как профессионал гордиться восхищается техникой а с другой стороны восхищение ребенка который увидел такое передаваемые сказочные и получается есенин для всех и потому что он хочет всем понравится а потому что вся россия необъятный душе сергей александровича равные как части как в каждой части россии в людях природе частичка души сергей александрович ну чтобы окончательно впасть в грех давайте омут грехов наполним до конца опустимся до самой низу самого дна оттолкнуться от твердого и всплыть наверх давайте затронем вот совершенно новая мысль у меня в докладе возникла затронем тему которую всем интересно которая часто ее так немножко обходит хотя читали тайны а там где-то тема постели давайте посмотрим не будем конечно подробности описывать как у галища а из зала нет мяча давай подробности а вот на примере двух поэтов покажем как они пишут два поэта мужчины вот как они описывают такой важный аспект жизни вот стихотворение вадима шершиневич кстати шершиневич и маяков они предали и сильно даже не пришли в зал товарищеского суда что просто своим присутствием показать что это все чудо обвинять веселье на национализме в антисенитизме это конечно только физически нездоровый человек и устрем может сделать потому что как и зависть это тяжелейший грех она проявится в творчестве это не шило в мешке это теса в полиэтиленном пакете невозможно скрыть душа талантливого человека творит летит и вот такие зависть национализм тяжкие грехи все это душа превращается в серверника может даже золотой цепи быть приковано но полета уже нет по извесении на полет виден невооруженным глазом ну за исключением некоторых стихов которые сергей александрович я написал выпивший сейчас мы одно прочитаем и стихо про революцию такой грустный отрывку и симпель хаводят мне душу эти выси нет тепла от звездного огня те кого любил я три приз те кем же забыли про меня и вот вадим шашиневич серебряный век довольно известный поэт был другом есенина но на фоне конечно эти звезд серебряного века поэт весьма средний вот такое стихотворение с названием чистым девушка ах упасть на кровать как кидаются в ум и телами как птицы крылами как битве знамя затрясти и захлопать а губы вскипят сургучом и застонут и всю эту черную копоть любви до бессилия до бессилия раскутать пропотеет любовью как земля утренние рассоли ни разу не спутать не позабыть где изголовье поняли вы что вот ботный шашиневич откуда-то он из-под кровати он вытаскивает и делу больше не знаете и изголовье но в поэзии собрать невозможно а вот вы заметили суть шашиневича двух словах ключевые слова нельзя сказать это показывает гипотеза аксиома поэзии большой собрать нельзя а вот и всю эту черную копоть вот он шашиневич никакая роса не смог не вода не что как у галича развел грязнули отнять грязь красная желтая грязь а грязь души намного страшнее вот это черная копоть источник сергей предательство а теперь давайте сергей александр пусть же пуй на проклятой гитаре пальцы пляшут твои в полукруг закрепнуться бы в этом угаре мой последний единственный друг не гляди на ее запястья из плечей и льющийся шелк я искал в этой же женщине счастье они чай на гибель нашел я не знал что любовь зараза я не знал что любовь чума подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума пой мой друг навела не снова нашу прежнюю буйную рань пусть целует она другого молодая красивая дрянь ах постой я ее не ругаю ах постой я ее не кляну дай тебе дай тебе про себя я сыграю подбасовую эту струну льется дней моих розовый купол сердце снов золотая золотых с ума много девушек я перещупал много женщин в углах прижимал дались горько и правда земли посмотрел я ребяческим оком лежит в очередь кобели истекающую суком соком с истекающую суку соком так чего ж не ее ревновать так чего ж не болеть такому наша жизнь простыня до кровать наша жизнь поцелуй того ну будем объективны далеко это не выше стихотворение сергей александрович но тем отличается настоящий мастер профессионал он никогда не опускается ниже определенный уровень скорее всего сергей александрович писал выпивший но тем не менее опять мы отмечаем честность и селим не щадить не себя ни на кого навесовые и руки и не усложняет на себя все красно все понимаем за любовь сейчас не синтез даются правда и мы недалеко ушли животных и 7 все это прекрасно понимает не наводить тени предель себя прекрасно что мужчины хотят все это он открытый синий кого где и 7 льется дневных розовый куб да бы того можно внизу на душа ясеневская дух его льется дней моих розовый кубок сердце снова золотых с ума вот он настоящий синий вот и вся разница вот еще ну и таким образом гуляя саде александрович а его можно положено народные природные му каждая собака знали подходите на появится словами синий ским он еще напишет он же свой рязанский рубаха парень и пишет сергей александрович свои шедевры несмотря ни на что два стихотворения понимаете их нельзя просто не прочитать в хронологическом порядке не жалею не зову не плачу все пройдет как с белых яблонь дым увядание золотом охваченный я не буду больше молодым ты теперь не так уж будешь биться сердце тронутое холодком и страна березового сица не заманит шляться босиком дуб бродяжи ты все реже реже расшевеливаешь пламя нюст о моя утраченная свежесть буйство глаз и половодие чувств я теперь скупее стал желание жизнь моя или ты приснилась мне словно я весенний гулкой ранью проскакал на розовом коне все мы все мы в этом мире тленный тихо льется с кленов листьев медь будь же ты вовек благословен что пришло процвесть и уметь отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком кого жалеть ведь каждый в мире странник пройдет за идет и вновь оставит дом а всех ушедших грезит коноплянник широким месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голый а журавлей относит ветер вдаль я полон дума юности веселой но ничего прошедшим не не жаль не жаль мне лет растраченных напрасно не жаль души сиреневую цветь в саду горит костер рябины красной но никого не может он согреть и не обгорят рябиновые кисти от желтизны не пропадет трава как дерево роняет тихо листья так я меняю грустные слова если время ветром разметая с гребет и все в один не нужный ком скажите так что роща золотая отговорила милым языком удивительно гениальные строки вот сиреневая цвете что такое юность буйство удаль молодость радуется цветет добухает но вот уже красные кисти рябины желтая трава облетают золотые листья берез увядание и заканчивается таком маленьком стихотворении уместилась вся жизнь равный как и предыдущим ситец березовых листьев молодых и синие гулкой ранее так гениально отмечено так и если синие гулкой ранее уже льется весь листик лет жизнь прошла весенний вся жизнь такой маленький гениальный емкость их добавить нечего ну как мы все прекрасно понимаем есенин как поэт возможно только в россии именно как поэт все эти кабацкие выступления скандалы бесконечные дороги несчастная любовь разлуки расставания все это неотъемлемая составляющую часть творчество сергей александровича без этого весеним не было бы поэтом есенин поэт золотой бревенчатой избы потому что есенина невозможно представить читающие стихи среди прерий на раньше в уютном поместье в европе в красивых городах юго-франции америке англии русский набоков да возможно и синим нет как турист мог быть там мы еще придем спит ковыри равнина за дорогая и свинцовой свежести полы никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплый знать у всех у нас такая участь и пожалуй всякого спроси радуя сверестого и мучаюсь хорошо живется на руси свет луны таинственный и длинный плачут вербы шепчут тополя но никто подокрик журавлины не разлюбит отчие поля и теперь когда вот новым светом и моей коснулась жизнь судьбы все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы по ночам прижавшись к изголовью вижу я как сильного врага как чужая юность брыжет новью на мои поляна и луга но и все же новью той теснивый я могу прочувственно пропеть дайте мне на родине любимой все любя спокойно умереть ну давайте мы не будем пока заходить в золотую избу а мы вернемся к коням весеннего уже понял очень много коней и турки сажири оброжу как столько был и в чаще выживели по обрыву осень рыжая кобыла ходит чешет гриву ну розовый конь это личный пегас сергей александрович мы к нему не будем подходить а вот давайте я даже хочу острую мысль опять некоторые противоречия доклад не сейчас предложу вам всем подумать вот давайте посмотрим почитаем что такого загадочного всадника и стихотворение голубей прозрачном холоде заголубили дом отчетлив стук подкованных копыт трава поблекшая в растерянные полы сбирает медь с ответственных ракет с пустых лощин ползет дугою тощий сырой туман куча вас висшись пол и вечер свесившись над речкой полощет водой бель водой у белой пальцы синих ног осенним холодом расцвечены надежды бредет мой конь как тихая судьба и ловит край махающей одеждой его чуть мокрая буланная губа а вот как вы думаете давайте вместе на кого может по похож этот сами ну вот так надо быть одетым чтобы лошадь коснулась и он или с нелегкой казаки редко ездят это скажем нам все это такой только здесь не будем а весны чипая весна кто же тогда а вам не приходила мысль одинокий ковбой герой принтер из туда смотрели слышали как выглядит как больше польши легкая накидка она очень гармонично а герой принтере стали такие мрачноватые хмурые парни без гальмусских улыбок без понтов извините за выражение не любят делать резких движений разумеется им приходится скатать голову бежать стрелять ну а не в трудное время сюда на высоте побеждают злодеи восстанавливают добро но и есть карли делать как бы едет очень вот лошадь мягким движением может конструкции во чтобы не быть голословным я туда вот сейчас пожалуйста посмотрите сделали фотографии вот как бы передали ну конечно мысли это спорная письма надо сказать что если не был в америке нельзя сказать что она ему понравится типичный русский человек бизнес так называемый но если не огонь и охаивает веселька внутри справедливый честный человек он отметил освещение конечно прогресс в америке и даже с таким символом европа курит и бросает америка подбирает окурки но из этих окурков растет что-то грандиозное и синие объективе и на мой взгляд это к лишний раз и показывает что настоящие поэты большие поэты они уже вне границ не стран они уже принадлежат всей земли все 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 земли вот это одинокий всадник если задуматься одинокий герой ведь согласитесь это образ одинокого героя он во всех во всем эпосе всех народов земли от древнейших сказок сказаний народов которых мы уже не знаем сохранились до современнейших блокбастеров герой одиночка да и принципиально они все похожи то есть это честная смелость отвага бескорыстие всегда стремление прийти на помощь восстановить справедливость так сказать отсутствие сребролюбие и поэты тоже не эти одинокие всадники едут на борьбу со злом очень много работы их мало но они есть они всегда будут пока есть люди есть эти одинокие герои и никогда останавливаться и кустовые кони трогают губами их одежду которые бывают и впаду и в грязи и в крови но не все на этот период и будут ехать всегда это бессмертный эскадрона едем и наш герри сан и его вангаре я намеренно не прочитал через который это на стихотворение глубине но как в которой нам потом пауза я прочитал ты третий наверняка чего в четвертом еще давайте еще считаю 3 4 осенним холоды осенним холодом расцвечены надежды придет мой конь как тихая судьба и ловит край махающей одеждой его чуть мокрая буланная губа в дорогу дальнюю не бить и не под них покою влекут меня незримые следы погаснет день мелькнув пятой золотой и в короб лет улягутся труды но согласитесь чем не концовка вестерна помните одинокий герой на выявленность на спине ловит восхищенные взгляды спасенных людей ему не надо благодарности он уже устал ему отдыхать негде он дыхая сидел уже дать не понимает куда едет и у железных людей бывают минуты воды и он отдыхает силе но при первой же опасности опять обнажается шарка револьвер карабин или слова и одиноки в садике вступают в свою вечную борьбу со злой но возвращаемся бревенчатой избе который доживает последние дни и 7 уже с горечью осознает что россия бревенчатой избы она уходит безвозвратно и в ней ему не остается место но есенин не злобствует не критикует не поливая грязью пусть из тихо есенинской густью осознаю что его время уходит он все равно любит эту страну любит людей мы теперь уходим понемногу в ту страну где тише благодать может быть и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать милые березовые чащи ты земля и вы равнин пески перед этим сонном уходящих я не в сила скрыть мои тоски слишком я любил на этом свете все что душу облегает плоть мир осином что раскинув ветви загляделись в розовую водь много дум я в тишине продумал много песен про себя сложил и на этой на земле угрюмой счастлив тем что я дышал и жил счастлив тем что целовал я женщин мял цветы валялся на траве и зверьё как братьев наших меньших никогда не бил по голове знаю я что не цветут там чаще не извинить и бяжище и рожь от того пред сонном уходящих я всегда испытываю дрожь знаю я что в той стране не будет этих них злотящийся в англии того и дороги мне люди что живут со мною на земле это стихотворение написано на смерть его друга александр ширяется следующий будет настроение конечно меняется александр у вас сергей александрович и из руси советской вот так страна какого я рожена орал стихах что я с народом дружен моя поэзия здесь больше не нужно да и пожалуй сами тоже здесь не нужно конечно мысли об уходе они уже идут по творчеству есенина гори звезда моя не падай роняй холодные лучи без за кладбищенской оградой живое сердце не стучит я знаю знаю скоро скоро не по моей нищей вине под низким травмным забором лежать придется также мне погаснет ласковое пламя и сердце превратится прав друзья поставят серый камень с веселой надписью стихах но погребальные грусти в нем лет я для себя сложил бы так любил он родину и землю как любит пьяниц кабак грустная самоирония и значит приближаю 25 год сплошной бег от себя от развивающейся нервной болезни от преследования властей и сининга говорит ленинградскому поэту и мужинисту эрлиху господи я тебе в сотый раз говорю что меня хотят убить я как зверь чувствует но и синий боец он борется до конца и не в корне не не правы те кто утверждают в двадцать пятом году есенин потерял чеческий человеческий облик был неадекватен абсолютно я чую 24-25 годы самые плодотворные в жизни поэта есенин была самом пике своего творчества его творческий гений был на самой вершине поэтический орган функционировал на полную мощность большинство шедевров создана двадцать пятом году и вот лишнее подтверждение стихотворение написанное за месяц до гибели клен ты мой опавший клен заледенелый что стоишь согнувшись под метелью белой или что увидел или что услышал словно за деревню погулять ты выше и как пьяный сторож выйдя на дорогу утонул сугробе приморозил ногу ах и сам я нынче что это стал не стойкий не найду до дома с дружеской покойки там он встретил вербу там сосну приметил распевал им песни под метель олете сам себе казался я таким же пеленом только не опавшим во все зеленым и утратив скромность одуревший в доску как жену чужую обнимал березку и в конце декабря 25 года есенин перешает ленинград он уже будет свой конца 7 никогда не сдается пусть ли сердце тягучая колка эта песня звериных прав так охотники травят волка зажимая в тиски облах зверь припал из пасмурных недр кто-то спустит сейчас руки вдруг прыжок и двуногого недруга раздирают на части клыки о привет тебе зверь мой любимый ты недаром даешься ножу как и ты отсюда гонимый средь железных врагов прохожу как и ты я всегда на готове и хоть слышу победный рожок но от пробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок и пускай я на рыхлую выбери упаду из роя в снегу все же песню общения загибель пропоют не на том берегу и то что мы сейчас тут собираемся читаем стихи говорим про есенин мы поем песню общения есенин конце декабря поселяется в в гостинице англитер хотя это не факт называется и в ночь на 28 декабря есенина находит минуту есть факты что его вообще туда привезли убитого официальная версия повешение самоубийство налицо огромное количество противоречий муж сестры есенина екатерины на сетке на стрель 37 сказал что самоубийство это не похоже такое впечатление что мозги вылезли налов отмечены посмертные фотографии в том числе негативы сделанные фотографом на перебаумов на которых на некоторых из них отчетливо видно проникающие ранения под правой броню поэта не отмеченные в акте судебно-медицинские экспертизы следы борьбы или на фотографии номера гостиницы где погибся геаллександрич комната все перевернуты на ковре и канделябрах пятна крови неестественным многим показалось позапать погибшего закостеневшая правая рука согнута в локте висенник не может согнуть руки в локтях минут удушения от петли тело описает мешком уже упринянуто николай клюев зайдя в последний вечер жизни в номер вспоминаний клюева увидела какой-то отвратительных личностей которые сидели пили хуже чем свинарники кто-то лежит падает под одеялом на кровати не видно ну и спрашивает а где сереженька ты ушел куда-то а это только иди иди старик и вытолкнули его ну и конец что называется мнение эксперта мнение полковника мвд эдуарда хлысталова который долго занимался гибелью есенина сомнения подлинность акта смерти вызван следующим по мнению полковника хлысталова от написано простом листе бумаги без каких-либо реквизитов подтверждающих принадлежность документа к медицинскому учреждению не имеет регистрационного номера углового штамба печати от написано труди торопливо за смазанными не успевшими чернилами столь важный документ судмед эксперт обязан был составить двух или более экземпляров эксперт обязан был осмотреть труп указать на наличие телесных повреждений установить их причинную связь наступление с ним смертью есенина были многочисленные следы падения повреждений эксперт генеревский отметил наличие на лбу вдавленной борозды шириной около четырех сантиметров но не описал состояние кочей костей черепа не указано потери крови поэтому и наконец выписка регистрации смерти есенина на основании послуживший основанием для выдачи свидетельства о смерти в графе причина смерти указано самоубийство повешение в графе фамилия врача записано в рай судов нет судмед эксперт гириевский номер 1117 следовательно 29 декабря 25 года в зац было предъявлено медицинское заключение под номером 1117 а не то что приобщено в делу на лицо противоречия и наконец последнее свидетельство художника корочки на который делал в номере есенина рисунок погибшего поэту он говорил своему другу журналисту хейсину мне кажется что этот релик что-то подсыпал ему на ночь может быть неятно сильно действующие снотворные не зря же он забыл в кавычках номер есенина портфеле домой он не ходил он крутился не зря все время неподалеку вся и компания сидел и выжидала свой час соседних номерах обстана обстановка была нервозная в москве шел съезд в англитерии всю ночь ходили люди в кожанках есенина спешили убрать поэтому все было так неуклюже осталось много следов перед угадой дворник который не оздоровали и не вошел в номер услышал что происходит кинулся звонить коменданту назару где теперь этот дворник и судмед эксперт гильевский его жена после двадцать пятого года исчезли сначала была удавка правой рукой есенин пытался ослабить ее так так рука и закаженела в суджике голова была на подлокотнике дивана когда есенин есенина ударили выше переносится рукояткой нога на потом его закатали в ковер хотели спустить балкона за углом ждала машина легче было похитить балконная дверь не открывалась достаточно широко оставили трупы балкона на холоде пили курили вся эта грязь осталась почему думаю что закатали в ковер когда рисовал заметил множество мельчайших соринок на брюках и несколько волосах пытались выпрямить руку полоснули бритвы и жилет по сухожилию правой руки эти порезы были видны сняли пиджак сунули все ценные вещи в карманы очень спешили вешали в торопях уже глубокой ночью это было не просто вертикально вертикальном стояки когда все разбежались остался рлик что что-то проверить и подготовить версию самоубийство таким образом она с уверенностью сказать что это отвратительное подлое убийство сбылась цитата владимира высоцкого на слово для нашей и пришлось конце 3 и укоротить поэта вывод ясен и нож его и нож него на счастлив он висеть на острие зарезанный за то что был опасен есенин был очень опасен для власти не случайно почти 30 лет он был запрещен но все равно если не выиграл нашел до смерти эти изверги не или ничего не смогли с ним сделать и представьте это танковая дивизия бесовский легион а навстречу всадник на розовом коне но не боится они боятся открытого боя подло ночью а у него даже оружие нет но это есенин его так просто нельзя и все равно где эти изведи только путем один в огненное озеро так 7 уходит с гор сметет ужас и проклятие вызовет но все же никогда не подвинь не поднимется заулочная вершина с вечными снегами а если они еще выше скакал с садником на розовом коне и запретить и сильно невозможно потому что нельзя запретить природу потому что когда мы смотрим на природу на молодые листья березы на золотые листья березы на красную рябину на клет на воду на животных мы всегда вспоминаем есенинские стихи строчки есенин как добрый отец подводит нас как своих детей и объясняют говорит по природу своим веселым прекрасным березовым языком на веселый конечно это метафора мы знаем что бог больше грусти и тоски приводим веселые это метафора доходчивый проникновенный любящий сказочный весенний ненавес ненавесывая ярлыки не не помазывает сиропом сахарной пудры все как есть показывает прекрасно показывает всю душу природы и поэтому в душе всех людей творческих способных на что-то кроме пустого поедания пустой работы способных отрывать взгляд от пола и смотреть на что-то более высокое внутри душа в сердцах этих людей говорит золотая есенинская роща и вдохновляет этих людей на творчество и дает им силы чтобы именно жить они существовать и есенинский костер рябины красный у нас всех греет мы сейчас всем можем греться около есенинского коста рябины красной потому что сергей Александрович искрами своей гениальной души вдохнул новые силы новое тепло в пламя этого костра пока живет природа пока живут люди которые могут слышать ее березовый веселый язык поэзии зесенина будет жить и разрешите мне закончить своими строчками благодаря сергей Александрович я помирился с осенью осенью за школы я очень не любил примирение с осенью осень больше душу мне не ранит и страх осенний больше не знаком и золотая роща меня манит и говорит веселым языком читаю я пророщу с упоением я эти строки знаю наизусть уж осенью не портит настроение словно листья невесома грусть с проклятой школы я давно расстался воспоминаний сердца холодит и от учительниц лишь бегством я спасался как был язык зол ядовит язык деревьев добрый милый весел так гениально выразил поэт сказал прекрасно лучше тысяч песен сказал вперед на много-много лет деревья говорят дрожат ветви в тиши ночной беззвучно говорят прислушиваясь будто ждут ответа и тайны леса старого хранят я помню рощу чудную из детства она отговорила навсегда домов русских не вынесла соседства и боль по ней со мною сквозь года опять смотрю на желтые березы как легок чист веселый язык что говорит быть может про мороз и из-за туч гусей прощальный грипп спасибо за внимание душа ваша ко вместе с этим с есением как будто вот воссоединилась какой-то момент да и вот именно она поднялась поднялась и вот как будто она растворилась у нас вот сидишь откидывшись и вдруг прямо поднимается что-то там внутри волнуется да вот так не отрывно смотришь и так сразу тепло тепло так тепло становится по всему тело расходится и успокоение спасибо вам большое спасибо ли у меня тут отвлеклением нашел вышел от резиновки вот эта песня который это про пьяница что и не так у пьяница они проснутся это я не люди потому что мне надо было лежать почему это стану становится эти пьяницами что надо вместе с ним почему почему это у них это получается я изучал понимаешь почему они становятся становятся пьяницами когда они разводились от живого понимаешь а все таки мужчины уходили из дома они переживали понимаешь все это да вот при эти времена понимаете